Доброго времени суток, дорогие зрители! С вами Дмитрий Лысаков. Искусство – одно из главных духовных элементов жизни человека. Правительство проявило особую заботу о сохранении художественных ценностей во время Великой Отечественной войны. Сегодня я бы хотела вам рассказать об одном из самых крупных театров Москвы, да и вообще всей России – Большом театре. Дата основания театра считается 28 марта 1776 года, когда Екатерина II подписала привилегию князю Петру Урусову на проведение развлекательных мероприятий. Название «Большой театр» появилось не сразу. Первоначальное название было «Петровский театр». В 1921 году правительственная комиссия находит состояние театра катастрофическим. Было разрешено провести противоаварийные работы, и в 1938 году была проведена полная реконструкция сцены. В апреле 1941 года начался капитальный ремонт Большого театра, и спектакли проводились в филиале. А через два месяца началась война. Часть артистов была эвакуирована в Куйбышев, часть осталась в Москве. Многие участвовали в фронтовых бригадах, некоторые ушли на фронт. Здание театра было замаскировано под жилой дом. 22 октября 1941 года на театр была сброшена бомба. Разрушения были серьезны, но несмотря на холод и дягоды военного времени зимой, в 1942 году началось восстановление театра. И уже осенью 1943 года Большой театр возобновил свою деятельность оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя». Эта опера носила клеймо монархической. Чтобы оперу ставили в театре, было пересмотрено ее Эльберто и изменено название на Иван Сусанин. В фонд обороны страны на постройку танков и самолетов работники театра проводили спектакли и концерты. В день победы 5 мая 1945 года ведущие мастера оперы и балета Большого театра участвовали в грандиозном концерте, данном на ступенях поверженного Рейстага. После войны было много реконструкций Большого театра, и вот он предстал перед нами таким, каким мы его видим сейчас. С вами был Дмитрий Лысаков. До новых встреч!